Здравствуйте, дорогие телезрители канала Free Latvia на ютубе и это запись из общества латышей в Латвии. Мы как раз сейчас находимся на одиннадцатом этаже Академии наук и мы тут работаем как раз с ключевыми экспертами в области благоустройства системного, государственного. И сегодня центральная тема у нас будет экономика и как раз финансовые структуры, о которых сейчас мы пригласили юристов. Вы сейчас услышите их документальные представления, но хочу вам перед этим еще рассказать самое главное. Чтобы остановить третью мировую войну, мы разработали следующую методику, которую и вам предлагаем использовать на ваших территориях. Значит, мы, коренные жители Латыши, приглашаем на хороводы всех остальных жителей конфессии всех религиозных, этнических групп вместе петь да бога славить у костров. И, конечно, находя методику, чтобы друг друга не раздражать, да миловать. И мы как раз будем эти хороводы держать тут на острове, который виден тут даже из окна. Я вам сейчас покажу. Тут как раз там находится остров Луцаусала. И этот остров, представьте себе, это как раз остров, который поднимается из воды. Как у нас есть народное сказание, что благополучие этой страны начнется, когда остров поднимется из воды. И на этом острове мы будем держать хороводы 8 мая. И туда и приглашаем. И вас тоже, если вы эксперты и знаете, как разложить хорошую систему общества, приглашаем вас работать в латвийском обществе. И вы нас найдете на сайте labia.lv. Посмотрите, пожалуйста, под описанием этого видео, там вы найдете связь. И чтобы удержать мир, у нас есть комиссия миру. Комиссия миродержавия. И ей руководит профессор Тристофер Басби. И профессор, вы тоже найдете на этой странице labia.lv комиссию мира и СОС аборигенов Латвии, о нашем исключительно геноцидальном положении. И я ему передаю слово. Привет, я его отрицатель. Я им емtopя Басби. Я finer носитель для critic. Продолжение следует... 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 у которых на руках материалы, которые очень интересны, чтобы познать структуру экономической системы нашего государства. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Александр Хойко. Я юрист. И моя коллега Гондра Виксна, тоже юрист. Добрый день. Мы сегодня предоставим вам возможность познакомиться с деятельностью благотворительного фонда Baltic American Enterprise Fund. Я еще хотел добавить, что это не Baltic American Fund. Как такового Baltic American Fund не существует. Создан фонд Baltic American Enterprise в Америке в 1994 году. Представительство в Латвии выдано в 1996 году, а разрешение на деятельность только в 2001 году. Цель этого фонда – благотворительность. Но, по нашему мнению, фонд создал в Латвийской Республике, скажем, юридически необоснованную консенсию. И которую, в свою очередь, Латвийский центральный банк не контролировал. И почему мы об этом говорим? Вот у нас есть на руках документальное подтверждение, что фонд и цель этого фонда, как я объяснял, была благотворительность. И она была документально подтверждена, что цель представляет оказание помощи малым и средним частным предприятиям. А также для улучшения жизненных условий населения. Представьте себе, что данный фонд выдает людям деньги. Если благотворительность, то она должна быть благотворительностью, но ни в коем случае не деятельность уже экономическая. Почему мы это говорим? Потому что мы представляем, к нам обратились люди, которые получили от этого фонда деньги. Ну, по идее, они занялись. Но задается вопрос, почему фонд, который занимается благотворительностью, выдает взаймы деньги? Он должен, извините, просто гореть. И по уставу, который у нас есть на руках этого фонда, так что указано. И мы сейчас не будем это не переводить, не полностью все пункты устава пересказывать. Потому что это займет очень много времени. Вы, как видите, у нас на руках только пока с собой две папки, но их немножко даже больше. Что мы, как говорится, нашли и проверили документально. И пришли к этому выводу, что не только данный фонд, но и банки занимаются, скажем так, не той деятельностью, которая для фонда... Ну, банки, понятно, банки, они хотят получить обратно свои деньги. Ну, а это не их деньги. Вот в чем дело. И как у нас по этому поводу больше немножко расскажут гундеры. А я ей помогу по поводу дальнейшего. В нашем разговоре... Так как Александр упомянул, да, есть разрешение на регистрацию, да? Где можно прочитать и на латышском, и на английском языке, и на звание этого предприятия, и цель деятельности, да? Да, и потом еще там указано, какие люди могут ее представлять. А представителем этого фонда может быть тоже граждане Америки. Не граждане Латвии, не граждане России, не какое-то другое государство, а конкретно единственным представителем может быть граждане Америки. И дальше уже этот самый основной документ, по которому они действуют в Латвии. И дальше смотрим те договора, которые вот это предприятие заключалось с гражданами Латвии, да? Они выдавали где-то примерно 14500 кредитов. И во всех кредитных этих договоров, как этот взаимодатель, у нас КУКАДА, совсем другая организация уже. Ну так, с переводом вначале, да, тут тоже можно посмотреть. Так выглядят те документы, и рядом уже получается не это название, которое в регистрационном удостоверении Балтика Америкин Энтерпресс Фанд, но уже у нас появляется другое предприятие с названием на латышском языке. Причем такого предприятия, в регистре предприятия в Латвии нету, ни представительства, ни зарубежного какого-то предприятия. Но тем не менее... Почему нету у нас? Оно есть. Извините, Мутера. В документах у нас указано, что, вот видишь, у тебя договор заем, да? Да. А что у тебя там написано? Это написано «Балти из Америкин Энтерпресс Фонд». Значит, что сделала организация? Она без регистрации. Здесь можно видеть, да, в данном документе, что... Дописано «Балти из Америкин Энтерпресс Фонд» и подписывается «Балти из Америкин Энтерпресс Фонд». Ну, такой организации не существует. Значит, как можно ставить подпись? Это юридически, извините, необоснованный документ. Я, извиняюсь, это перебил. Нет, нет, все правильно. Все нормально. И дальше мы смотрим. Есть другие документы, которые в том же деле появляются. Есть соседа. Право требования передается, будто бы, банку СЭП. Но самое удивительное, да, в 2006 году у нас СЭП как назывался? Не унибанк? Да. Ну, есть такое дело. В 2006 году они уже предвидели, что у них поменяется название. И вот этот странненький фонд без регистрации, без регистрационного номера, без каких-то других реквизитов, да, он передает свои право требования на сумму, которую платит этот тогда же несуществующий СЭП, да, он платит валюту. Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то увидел, может быть, в Китае или где-то в Америке есть, но можете привлечь внимание, есть такая валюта ЦЕСС, да, там внизу, вот смотри, есть ЦЕСС, да, они продали за ЦЕСС, ну, смотри, валюта. И они должны были это оплатить в течение тех дней после заключения этого договора. Но странно не то, что составлен такой документ. Странно то, что таким документом они могут пользоваться вот эти странные люди в суде и получить решение суда, который утверждает, что все в порядке, что это все действительно, и что вот по такому документу, без юридической силы, да, где у организации нет ни названия, ни регистрационного удостоверения, и купленным за этих ЦЕСС, сайт приобрел право требования. Но странно не только то, что суд так не оценил, но еще одна вещь, по датам мы смотрим и удивляемся. В 2006 году СЭБ уже знал, что у НИБанка не будет дальше, будет СЭБ-банк. Купил эту ЦЕСС, ее за ЦЕСС. Но в 2009 году этот странненький фонд обратился в суд и получил уже взыскание от себя. Фонд, я или нет? Фонд сам еще. Да, но я так понимаю, мертвый фонд, мертвый фонд, да? Он уже не существует, я так понимаю, да? Это было в 2008 году, в апреле, да, когда он сам обратился в суд, но с названием латышский, не только латышным названием, которого не существует. Не существующая организация, подала, суд, а при... О том, чтобы получить право на недвижимость, да? И суд я осмотрел документы и принял решение, что да, такой фонд может владеть чужой недвижимостью. Значит, получается так, да, что мы с тобой подаем в суд, ну, скажем, на Иванова. Да. Который якобы у нас занялся деньги, но, конечно, мы должны получить подпись какую-то от Иванова, да? Ну, мы нашли у чужого, например, мы нечаянно видели, как он подписал договор с Парксом, да? Мы забрали эту копию документа и пошли в суд. Мошенничество, так и оно и называется. Ну, да, значит, я как мошенник взял подпись, подали мы в суд, и, значит, с Иванова мы берем деньги, да? Да. И суд нам говорит, да, люди хорошие, у вас есть право, и вы забираете. Но самое странное, что этот фонд, даже фальшивый, да, он ликвидирован, он ликвидирован здесь в 2011 году, вообще ликвидирован, а у нас есть удостоверение и ликвидация. Это тоже у нас все есть, мы можем посмотреть и на английском, и на латышском языках. Скоро нету, оно ликвидировано. Такое, даже на английском, с английским названием не существует, не говоря на латышском. Нет, ну, для юристов в Латвии мы можем сказать, что можно подать в суд такие документы, которые, скажем, перевод в регистре не поставил свое разрешение, да, что такое фонд действует, и можно без всякого подать в суд, и суд принимает. Во всяком случае, у меня суд такие документы ни разу не принимал, и меня суд всегда спрашивает, чтобы я бы предоставил бы не копии, а оригиналы этих документов. тогда вопрос какой? Значит, юристы банков могут предоставить в суду, ну, копии, или назовем это ошибками, может быть. Нет, ну вот, и этот ликвидированный, уже все, его нету. Он по документам ликвидирован, а судья говорит, что она от него принял заявление. 11-го года, 6-го июня, ликвидированный фонд, 12-го года, 22-го ноября, подал в суд заявление, чтобы вместо него поступил... Словом, мертвец подал заявление в суд. Но основание этого документа опять странное. Как мы видели, ликвидированный фонд 11-го года в июне, а 11-го года в ноябре, СЭП как-то с ним еще подписал какие-то документы о передаче документов. И судья-то все не показал странно, она подумала, ну, все в порядке, давайте будем писать решение. И по такому решению уже переписана недвижимость людей. А где-то недвижимость находится? Недвижимость находится в Юрмале. О, ну там же сумма должна быть, извините, где-то под миллион. Сумма здесь указана, мне кажется, там можно посмотреть, там по документам было где-то 20 тысяч, да? Ну это только одна сделка, да? Из многих. Из многих. Но такой, это один конкретный пример, где видно, что юридически это невозможно, да, и говорить, что сейчас кто-то должен найти в гражданском порядке что-то оспаривать, да, там даже слова такого нету, потому что если подделка документов, реально принятые незаконные решения, это уголовная ответственность, и ответственность не только вот этому, который подавал фальшивые документы, но и этой судье, которая не проверяла. У нее тоже? Гонтаря, вот я хочу тебе задать другой вопрос, еще один. Помнишь, ты писала в прокуратуру по поводу того, что на судью, что... Как там было? Я забыл. Ты можешь рассказать? Пока есть заявление в прокуратуру, ответа пока у нас нету насчет того, как в суде отвечают за такие решения, да, принятые. Прокуратура, наверное, сейчас читает и думает, что делать и как эту судью сделать белой и пушистой. По существу мы писали не на судью раньше тоже, да, мы в прокуратуру писали, что нету этой организации Балты и самой обсужденной Дарби и Бессонт, по которой идет взыскание и порсили прокуратуру приостановить действие, да. Даже не на судью сразу писали, но главное, чтобы не было дальнейших действий, и прокуратура написала ответ, где указано, что все по закону, что в латвийские законы такие действия позволяют. Так что... Не могу людям советовать, да, пишите фальшивые документы и идите в суд, это не будет правильно, да, но пример есть. Значит, если примеры есть, значит, это и возможно, потому что это, извините, называется немножко иначе в юридическом обозначении, да. Так что подавать все-таки можно бы на основании того-того, что решение этого суда, там, скажем, Латгальского лькохота, который нам... Ну, здесь юрмальский суд, бассейн, судья Гормана. Конкретно, да, как мы видели из документов. А что у нас было? Земельной книгой? А в земельной книге мы можем показать и другую земельную книгу, да. Странная ситуация. Попробуйте зарегистрировать на фиктивную персламу недвижимость или ипотеку. Вряд ли вам и даст. Вот пример конкретно можно показать. В земельной книге есть утвержден, недвижимость на вообще никуда не зарегистрированное предприятие на вот этот же фонд, да. Вот земельная книга. Откроем. Здесь страница. Можете посмотреть. Вот запуск. А в регистре такого предприятия нет. Где-то вторая строчка, да. Из болта и самая репрессозненная, дарка его с вами. Ну, за всем этим все-таки стоят люди. Не бывает, что просто-напросто без того-сего, да, кто-то пришел. Значит, там должна быть подпись, фамилия, имя, отчество, которое всю эту деятельность проворачивало. То есть, да, он националист, да? Грена, записи делал националист. Да, вот этот, ну, это... Ну, вот самое удивительное, что и судьи в этом участвуют. Ну, только не можем сказать, это... Они этого знали. Должны были проверить. Ну, они должны были проверить, во всяком случае. Ну, можно так называть халатность. Ну, за халатность тоже судьи судей, да. Халатность – это тоже небезнаказанное. Ну, в таком случае, что у нас получается. Мы просто не хотим долго говорить на эту тему, да. Мы хотим просто найти людей, у которых еще не отнято, или которые еще платят данному фонду, да, Балтик Американский фонд. Потому что это не тот фонд, который должен деньги получать. Это на английском. Балтик Американ фонд. Значит... Балтик Американ фонд. Энтерпрайз фонд, да. Балтик Американ энтерпрайз фонд. Энтерпрайз фонд. Значит, этот фонд у нас бывает только юридически правильным. Остальные, которые тут, извините, Балтик Американ, Сунжелтый фонды, да, они недействительны. Это фикция. И вот на этой фикции, кто-то, я не могу юридически сказать, кто-то хорошо нагрел руки. И смотрим люди, которые там подписывают, да, если судья принимает заявление от кого-то, она должна проверить юридическую силу документов. Это просто по закону, потому что документы без юридических сил им нельзя пользоваться. И нельзя на них строить какие-то свои права и какие-то свои правотребования. И если в регистрационном явно указано, что представителем этой организации могут быть только граждане Америки, да, и здесь есть справа с регистром, где тоже указаны конкретно ли эти граждане Америки, которые могли предоставлять интересы этого фонда, да. Так как судья земельной книги, как судья районного суда могла принимать документы от кого-то, у кого вообще, кто не заверен в регистре, как представитель этого фонда? Ну как, сессия была. Фонд. Зацессор. Да. Ну, мы не знаем, такие деньги. Не, ну, извините, тут людям конкретно выдали евро или доллары, да, выдали конкретные деньги и, как говорится, их просто оставили без денег потом. Самое странное, да, что в этом деле у нас даже нету платежки, да, в суде не предоставлена ни одна платежка, что люди вообще эти деньги получили. И из тех слов, которые они нам рассказали, что произошло по существу, они недвижимость купили у фонда, и фонд сам получал эти деньги. Так что никаких денег люди не видели, и перечисления как такового не было, да. И с такими документами можно просто пойти в суд и разыскать. И с документами, которые, ну, примерно вот такая может выглядеть эта доверенность, по которой эти люди приходят в суд, странно, что в этих заявлениях не указано это, но значит, судья поняла, что реальная фальшивка. Доверенность должна быть нотариальная, нотариальным актом. А как здесь получается? Получается так, что сделается какой-то большинный документ на английском языке, который будто бы переводится на латышском, копии которого, да, и с этой копией вдруг становится нотариальный документ, где в конце указано, что нотариус утверждает, что копии правильные. Не копия правильные, а перевод правильный. Ну, у тебя, я понимаю, есть документы, где помощник нотариуса посвидетельствовал этот документ. Ну, мне кажется, или этот, или этот. Ну, во всяком случае, помощник нотариуса может это делать, по посетению, зарегистрировать тогда, когда нотариус в отпуск. Но, поскольку я помню, на этом документе у нас один нотариус в отпуске не был. Ты все хочешь? Или только ты? Там просто странно, вот этот перевод. Все надо снять? Покажем вот эти страницы, где указано, да, что вот американский, будто бы американский документ, по которому там все это происходит, составлен вот 2008-го года, 6-го числа. И при переводе... Где у нас в этой странице перевод остался? При переводе... Вот этот же перевод. Я тогда... Внимание привлекает только к числу, да? 6-го числа 2008-го года. На английском языке. И вдруг смотрим перевод. Как вы считаете, 6-е число года? Это какое число? Я только не сказал. 6-е число года 2008-го. Какое у нас? Ну, переводе. В переводе можно это вдруг становится севралем? 6-ом? Ну, никак не получится. Ну, если переводчик немножко взял на грудь, ну, почему бы нет? Я не могу перевести просто на переводе. Вот такие у нас, скажем так, документы на руках. И мы хочем общественность информировать. Если у вас есть еще какие-то сведения о данном фонде, да? Нам просто будет интересно, как юристам, да? Как далеко может зайти люди, чтобы наживаться на чем-чужом горе? Вот это интересно. Потому что ни СЭП, ни остальные банки, да, по идее, не имеют никакого юридического права, да, подавать в суд на тех людей. потому что в данном случае Балта и Саморексфонс не существуют. Вот справка. Подтверждаешь я наши слова. И суд это тоже мог получить, без каких проблем нам это не составляло, никаких трудностей. Это было бесплатно, пойти в регистр и попросить справку. Существует ли такая организация? но самое удивительное, я еще нашел в другом месте, где вот есть, извините, ну ладно, сейчас об этом не буду, потому что конкретно надо было показать бы, да? во всяком случае, ну скажи одно, представь, это постановление тоже суда, да, где они конкретно указывают на этот фонд. это высший суд. Аукса Акатэси. Верховность. Верховность. Что они сделали? Ну они обосновали, что да, все правильно, и они своим решением, да, подтвердили, что такая организация существует. Понимите, вот что самое странное, да, что у нас все-таки вторая власть это суд, да, и когда из них суд подтверждает неподтвержденная, да, организацию, да, вот это вызывает, конечно, сомнение. Сомнение о том, может ли, скажем так, и правильно ли наши государственные мужи правят нашим государством, если, скажем, проходят вот такие юридические казусы, трудно сказать, да, я вообще-то это называю мошенничеством. Но, когда знаешь информацию, да, в начале, когда этот фонд был создан, и почему он в Латвии появился, да, Америка подарила Латвии как новому государству деньги, реальные деньги, где-то 52 миллиона. И так как она не доверяла нашим этим правителям, боялась, что они могут эти деньги украсть, эти деньги были отданы новосозданному фонду Балтик Американ Энтерфайс Фонд, который по регистрации, по существу, основной фонд, который получал эти деньги, был в Вашингтоне. С реальным, бля, регистрационным номером, с адресом юридическим. Этот фонд пользовался деньгами, и вместе с латвийским правительством думал, как лучше помочь жителей Латвии, как эти деньги использовать в пользу жителей Латвии. Один из проектов, где деньги использовались, это был Scrundes Logitors, его снесли за деньги этого фонда, где-то 6 миллионов. И еще есть, по данным бухгалтерии этого фонда, что деньги были предназначены для обучения судей. И судьи из Латвии поехали в Америку на обучение. И хорошо обучились, или получили знания, как неправильно делать, я так понимаю. Даже трудно сказать, может быть, они как-то чувствуют благодарность за то, что за их обучение оплатил фонд, просто у них знаний не хватает, что берет... И поездка в Америку? Ну, это же серьезно, потому что хорошо посылал государство, а оплатили этот фонд, и они как-то чувствуют благодарность. Ну, может так быть, да. Но... Как к материнским чувствам можно относиться? Ну, так получается, да, что... Но! Но! Этот... Как вы видели, документы вы могли сравнить, вот регистрационные удостоверения, которые в Вашингтоне, и те договора, которые уже с латвийским названием и регистрацией, там получается адрес указан Делавер. И любой может войти и посмотреть по этому адресу, что там находится. И самое удивительное, когда мы этот адрес посмотрели, там указано где-то около 3000 фирм, эти все офшоры, да, и когда еще поинтересоваться, любой может этим заниматься, он может войти в сайты Америки, да, и узнать, что, например, Делавер, там считается офшорная зона, и чтобы они действовали в других штатах Америки, они должны перерегистрироваться. И здесь же, когда в суде предоставили регистрационное удостоверение, нет, даже не удостоверение, там есть правка, нет, целый сертификат, да, о том, как он зарегистрирован, у нас тоже вот это есть, сайдбанк предоставил, это как документ в суде. И там, как единственный утвердитель, там есть такой адвокат Розенблакс, там мы можем все посмотреть, но есть разница, как у нас различаются офшорные предприятия от официально регистрированных, да, у официального фонда должны быть два эти создатели, а этот фонд, два учредителя, да, а здесь один, это есть то единственное, как мы можем различить, что это не основной фонд, а это и есть офшор, офшор, да, офшор, так и получается, да, и этот офшор Латвии пользуется всеми этими благами, которые указаны для официального фонда, для того, который создан в Вашингтоне, да, тот освобожден от налогов, из-за этого за скрунду налоги не надо было платить, платили деньги, а налоги платить не надо было, за эти поездки судей в Америку обучение тоже налоги не платили, да, были перечисления, были сделки, а налоги платить не надо было, из-за этого 1996 году было принято правило Кабинета Министров, где точно указано, что в действии этого фонда налогами не облагаются, но как мы видим, там тоже в конце вот этого документа, которого вышел, этого в конце, да, в самом конце есть директора, да, там перевод тоже идет, там есть указан директора, которые создавали этот фонд, и между этими директорами смотрим, что есть владельцы банков, даже это в офшорном, трудно сказать, они знали об этом, или не знали, что тот фонд, который они официально создали, регистрировали дважды, и в Нью-Йорк, в Вашингтоне, и в Долаверре, об этом у нас сведений нету, но там указаны вот вся пьете, один директор банка, другой там еще такие очень серьезные люди, и среди них есть и такой юрис патекс, которым принадлежит в Риге Антони с Илла 7, да, дом, большой, целый дом, который он наследовал от своих знаменитых предков, и самое удивительное, этот юрис патекс одновременно и является представителем совета Луны банка, директоров, подонос, лозикус, совета, совета, член совета, да, и вдруг открывается в этом банке, мы можем посмотреть, я покажу, чтобы не сказали, что я придумала, да, есть, счет в банке, любой можете попробовать тоже с этим доверенностью прийти и открыть счет в банке с номером или 110 или вот так как в этом случае у нас есть счет 0 можно смотреть платеж когда официально не нарисованная мы можем все проверить дело в суде эти все документы скопированы из судов которые предоставляли банки где у нас этот номер единственное что в банке покажи где тут этот номер регистрационный номер и название английское да и странненький регистрационный номер которого в других документах нет других еще есть вообще номер 1 и 10 милей и попросишь насти где у меня здесь нет это он снят в латышской версии да и по регистрационным как мы проверили эти все документы мы нашли вообще-то 3 даже 4 предприятия с разными номерами покажу все вот здесь внизу по каким действиям произошли в регистре да это не так что придуманные номера можно пользоваться банк хорошо знает что например при дизель предприятии обязательно всегда указать реальный регистрационный номер но нельзя так так как но одним словом не совпадает номера да мы уже организации да мы здесь показывали да что официальный план есть с конкретным регистрационным номером мы могли увидеть платежку да можете сравнить но во всяком случае суды обучались правильно обучались правильно принимают от банков документы мы правильно отнимают с решением суда у людей деньги и имущество только вопрос другой задается вот эти деньги к фонду пошли или к кому пошли вот у меня другой вопрос задается куда они ушли потому что извините но мертвецу не может быть ну никак да если есть мертвец ну может у него есть родственник какой-нибудь да который получает по наследству да но извините у организации родственников не бывает правоприемщика здесь правоприемщика тут таких нет у нас не видно во всяком случае да не видно но вот но и кто то вот так мы считаем что здесь что то не так ну и вот потому обращаемся к всем если у кого то еще есть какие то сведения по этому фонду да мы всегда готовы принять и мы сейчас дадим наш почту да на которую можно прислать скажем так свои пожелания или свою информацию да мы ответим людям ну и можем и поделимся с кем-то своей информацией может и в том что для суда нужны данные документы да вот и в принципе кажется все слишком много документов мудры может и что-то еще как этот имейл как он называется так он из вас у меня создается такое впечатление что это более менее небольшая операция фонда создала юридически необоснованную конструкцию в корыстных целях которые ставят по запрос конструкцию всей банковской системы самого государства акции ну банк во всяком случае должен был проверять какие деньги куда они уходят да это было до но 26 2006 А дальше уже идёт финансовый капитал. Но странно, ещё такая ситуация, да, то что у нас сведения есть на счёт трёх банков. Есть этот унибанк, степбанк, в котором открылся счёт странненький 1-10 нолей. Шведбанк. Второй банк, по которому есть сведения, это Шведбанк, но он хитрее немножко. Он там прикидывается, что он добросовестный приобретатель, хотя он должен был проверить информацию из самого начала и проверить, кто одолжил эти деньги, да, и проверить регистрационные данные. И третий банк у нас, даже не банк, да, есть такой датский банк, который не зарегистрирован в Латвии как банк, но он тоже занимается банковской деятельностью и тоже так же получает вот эти деньги. И самое странное, везде, где люди платят эти деньги по этим кредитам, у них очень странные условия, очень секретные. Они должны идти там по секретному заплатить, по-тихому, чтобы никто не знал, у них нет платёжки. У них ничего нету, никаких данных, чтобы они потом могли доказать. И те, которые... до сих пор есть очень много людей, которые платят. И от этих людей, чтобы они не остались потом без денег и без недвижимости, мы написали письма в министерство финансов, да, чтобы они решали вопрос, что по существу эти право-требования полагаются государству, не какому-то СЭБУ, СВДУ и какому-то еще банку, да, а главное то, что никому не принадлежит право на недвижимость принадлежит государству. Это по закону просто. И написали такое заявление в министерство финансов, но пока они не решились. Им же не нужны деньги, ну зачем какие-то 500 евро в месяц, да, от одного, от другого, от третьего, ну зачем? Наша государство же нашла лучший способ там, как заработать деньги, но вообще они не нужны. Наше государство говорит, что нам не нужно создавать предприятие, нам мы живем с налогом. Ну я так понимаю, что это мото нашего государства. Да. Ну и что же делать? Ну если у нас такое мото, значит мы дальше будем, наверное, так жить бедно и, скажем так, глупо. Потому что если, извините, вот наше предположение, что это все-таки хорошая схема мошенничества, ну, это мы с тобой так считаем. Нет, ну люди могут познакомиться с материалами, и любая судья, которая принимала решение, она должна была познакомиться с материалом, и ее обязанность, получив такое дело, была принять ламенс и переправить в полицию. Это была ее обязанность по закону. Если она это не посмотрела, даже если она прикидывается, что она не убедила, это уже халатность, и зато тоже судят. Мы забыли сказать, что все-таки завели криминальный процесс по этому делу, но передали этот процесс молодой девушке, которая... Откровенно написала заявление. Да, что она не экономиста, это нужно экономической полиции, это нужно или экономической прокуратуре, это не просто следователь, который разбирает, скажем так, хулиганские дела, да, которая должна заниматься маленькими, мелкими хулиганами, ей дали, ну скажем так, очень серьезное дело. Но это обозначает только то, что нежелание, да, кого-то, кого-то, нежелание кого-то дальше, чтобы это дело пошло, и чтобы люди узнали, да, правду, куда же эти деньги уходят. И что за фонд был, и кто в этом участвовал, да, потому что, я думаю, что там очень много, потому что регистр, да, банк, очень многие учреждения... Министерство юстиции, которое должно было дать разрешение... Да, разрешение, там все, это очень многие люди, которые в этом участвовали, да, но вот сам факт, кто это делал, да, было бы неплохо было. Ну, пока мы так понимаем, что мы топчемся на месте. И вот, пожалуйста, можете на эту почту, Проб.Сол, и так как мы предоставили, сказали свое имя и отчество, значит, Александр Койко и Гундра Виксна. Мы по своей мере возможности будем дальше работать и раскручивать это дело. Могу еще сказать, да, что мы только не двое, у нас уже немножко больше сейчас уже коллектив появился, да, юристов. Ну, не все хотят перед камерой говорить. Как говорят, береженого Бог береженого. Ну, большое вам спасибо за такое откровенное и дросменькое, храброе решение рассказать людям о ваших находках и поделиться. Ваша информация очень важна как раз в работе Латышского общества комиссии финансового порядка, финансовая система, которой я руковожу. И мое имя Дейтаретума. Вы найдете нашу работу на labia.lv. И да будет мир и благополучие и божественный порядок, который не позволит никакой третьей мировой войны. И мы его создадим. Да будет с нами Бог. Продолжение следует...